Приветствую, дорогой Иван. Представься, пожалуйста, для всех. Я-то тебя знаю хорошо, а участники школы наши должны познакомиться. Скажи, пожалуйста, что ты будешь говорить? Добрый вечер, Хосе Магомедович. Приветствую всех зрителей канала. Меня зовут Медведев Иван. Я являюсь дипломированным психологом, выпускником Московского института психоанализа. Я веду свою частную практику уже два года. Работаю в модальности когнитивно-поведенческой терапии, интеграции отдельных техник из гештальтерапии и транзактного анализа. И сегодня с Хосе Магомедовичем мы хотели бы обсудить тему неврозов. Сразу оговорюсь, что мой опыт, конечно же, намного скромнее, чем у Хосе Магомедовича, потому что я веду свою практику два года. На психолога я начал учиться только в 2020 году. Это мое второе высшее образование. Опыт Хосе, конечно же, полосальнейший. Первое образование какое у тебя? Первое экономическое. Экономическое. Интересно. Не особо пригодилось в жизни как-то, если честно. Но, с другой стороны, тоже опыт, тоже согласен. В этом были интересные моменты. Как тебе мои картины? Вот я сейчас скрипачку дорисовываю. Уже которую версию я делаю? Но никак не могу сделать, чтобы она была в движении. Я помню, да, вы вчера выкладывали видео на канал. Вы говорили, что не хватает какой-то динамичности, именно движения, ветра, может быть, да, хотели добавить, как будто у нее волосы движутся, как будто она... Вот видно было, что она играет. Но мне кажется, все достаточно лаконично, мое мнение. Мне кажется, что вот это вот, не знаю, состояние именно процесса, что она играет, оно ощущается. Ну, спасибо, спасибо. У меня вообще картины мои, искусство мое, это тест. Вот я помню, в Центре защиты от стресса у меня картины висят. Какая-то дама говорит, а что это у вас на картинах, оси, глаза такие злые? Я уже вижу, что это с ней не в порядке. Потом я ей показал приемы, она сделала, села и говорит, а вот это мне нравится, и это тоже. То есть стресс сняла, и сразу внимание стало. Внимание, да, передумывается, да. Расскажи, пожалуйста, про неврозы. Как ты считаешь, что является базовой причиной невротических реакций? Ну, начну, наверное, с того, что невроз в данный момент, если мы опираемся на МКБ-10, да, то такого понятия уже не существует. Сейчас это актуально называется как невротическое расстройство. И хотя сам термин неврозов, насколько я знаю, он достаточно древний, по-моему, из 18 века он берет свое начало. И в целом причины могут быть абсолютно разные. То есть что это означает невротическое расстройство и невроз? Чем это отличается? Ну, по сути, это одно и то же. То есть это просто невроз, как устаревшее название невротического расстройства. В данный момент в классификациях принято вообще все называть какими-то расстройствами. А, имеется в виду, что человек-то нормальный, просто у него есть недостатки некоторые, точки роста, которые надо, как говорится, откорректировать, да? Да, да, конечно. Тут причины, на самом деле, появления неврозов могут быть абсолютно самые разные. И тут, опять же, могут быть чаще всего это внутриличностные конфликты, вот на моем опыте. То есть это повышенные требования к себе, когда человек, может быть, не понимает, что он сам от себя требует достаточно много. И, может быть, были родители очень требовательные, обесценивающие, да? Которые заставляли его перепроверять по 10 раз какие-то дела. То, чтобы хорошо учился, да? Чтобы старательный был, да? Ну, да, да, в том числе и это. И не хвалили за хорошие поступки, а только ругали за плохие какие-то отклонения, да? А в угол тебя ставили когда-нибудь? Меня вообще... Да, я помню, я стоял в углу и думал, вот умру, вот узнаете. Да, да. Это маленький был, да. Слушайте, я припоминаю такое. Да, ставили, но, по-моему, это было даже мной воспринято, как какая-то ерунда. Я даже посмеялся про себя. Чем я занимаюсь сейчас, условно? Вот. То есть я не ощущал какого-то наказания в этом. Мне казалось, какая-то... А я тоже не ощущал. Ну, надо же было стоять и не двигаться, и не выходить из этого угла. Вот это же как бы ограничение свобод. А у меня хороший вопрос... Я обида, я обида. За что это меня тут поставили? Ну, я понимаю, да. Тут, в принципе, на это и расчет. Многие родители и рассчитывают, что дети начнут себя в этот момент чувствовать некомфортно, как-то наказывать себя. Но вот мой опыт был как раз немножко другого плана, да. У меня фантазия очень хорошая. Я тогда в детстве постоянно какие-то там небольшие рассказики писал. И я помню, что я какие-то сценарии у себя в голове в это время фантазировал. То есть я не думал о том, что что-то там не так. Вот. В общем, был занят другими делами. А вот скажи, пожалуйста, вот по моему убеждению, которое сложилось из многих лет, я же 50 лет практикую, как психотерапевт, как врач и рефлексотерапевт. Вот из моих наблюдений в целом прорисовалась такая картина, что каждый человек по природе очень талантлив, творец. И когда ему не дают раскрыться со своим творческим началом, вот этот потенциал мощнейший, генетический импульс, если он не раскрывается, или человек себе не дает по причине, а какой толк в том, что я буду там петь, рисовать, создавать какие-то проекты, какой толк в этом. И сам себе глушит это. И вот эта нереализованность вот этого мощнейшего импульса эволюционного, получается, у него возникают невротические реакции. Или он пить начинает, или там наркоманит, или как раз съезжает, как говорится, с катушек, начинает психовать, как говорится, у него невротические реакции возникают, всякие фабрические синдромы, навязчивости и прочее, прочее. Я не знаю, как ты считаешь, вот с современной точки зрения, как это выглядит, то, что я сейчас говорю? Ну, вполне закономерно, конечно же. И я считаю, что когда человек не реализует свой потенциал, он тратит время на что-то ненужное. И очень важно найти себя и реализовать то, к чему у тебя склонность, вот свой талант, скажем так, воплотить в жизнь. Потому что если человек не живет, скажем так, в хорошем смысле, да, своими какими-то интересами и своими способностями, да, которые он не развивает, то он живет не свою жизнь, живет не для себя, соответственно, от этого неудовлетворения, от жизни вообще, депрессивный фон. И, кстати говоря, может быть изначально депрессивный фон, который влияет на то, что человек не в ресурсе, чтобы начать реализовывать свои таланты. То есть тут в таком случае, в такой комбинации есть смысл изначально поработать с депрессией, с депрессивным состоянием, да. Если клиническое состояние, то назначить, там, параллельно, да, принаправить к психотерапевту, назначить медикаментозную какую-то поддержку. Вот. Но в целом, да, вот если мы говорим про неврозы, хочу немножко вот насчет склонности, да, кто именно, точнее, даже не то, что склонность, первопричины вот этих всех неврозов. Часто это бывает еще невротический тип личности, низкая самооценка. И вот люди еще достаточно тревожно-мнительные, тоже подвержены неврозам, потому что они начинают себя накручивать, додумывать, а что там, если произойдет что-то вот там такое. Вот. Плюс еще, опять же, да, если мы говорим про эмоции, которые человек испытывает во время неврозы, это целый перечень букетов, то есть кто-то думает, ну, люди обычные, да, которые там от психологии далеки, думают, что невроз, ну, это что-то типа стресса. На самом-то деле, что стресс – это, это как бы компонент невроза. По сути, невроз, он в себя вмещает сразу много разных состояний. Там может быть и злость, и агрессия, и депрессивное, грустное, ужасное состояние, и страх. То есть это может быть целый букет эмоций. Вот. А вот первая причина, как мне кажется, это нереализованность данных природоспособностей, а еще глубже, если пойти, это может быть родовая травма, к примеру, или перенесенное сотрясение мозга, там была какая-то авария, или ребенком был, упал, ударился, ушиб какой-то был. То есть там какие-то и физиологические такие могут быть причины, не только психология. Ну, да, соглашусь, да, конечно. Я знаю много людей, которые родились, ну, через кесарево сечение там, или какая-то другая родовая травма была. Они потом в жизни удивляются, почему у них что-то не так получается, потом, когда выясняется, что оказывается... Ну, вот, например, я сам лично. Я мучился на первых уроках в школе, потому что если я утром не досыпал, у меня мушки перед глазами вот плавали, летали, я думал, это у всех детей, поэтому я маме об этом не говорил, не догадывался спросить, что со мной. Я так мучился на первых уроках, 45 минут урок, и таких уроков несколько, и мне все время казалось, ну, когда же перерыв, чтобы подвигаться, выйти на улицу, когда же подвигаться. Я думаю, что все дети так, оказывается, не все дети так. Одни дети рано вставали, и у них прекрасное настроение, и они прекрасно себя чувствовали, а я вот мучился. Оказывается, вот как никакого невроза у меня не было, это изначально была, видимо, родовая травма какая-то. Да, да, такое тоже, конечно, может быть. И на самом деле, что делать-то с неврозами, когда они возникают? Техник очень много, изобразных подходов, да, и опять же, если мы говорим про ваш авторский метод, метод ключ, я считаю, что он очень эффективен в работе с неврозами, потому что, ну, я сам часто стал прибегать, особенно в последнее время, когда мне как-то, может быть, тревожно, или что-то еще, я испытываю какие-то неприятные эмоции. Часто делаю, махи руками. Он так болтает, да? Да, да, да. Часто делаю, именно если я хочу в моменте снять напряжение, которое возникло. А я тебе делаю, вот узелки на память, вот эти, и уши разминать, и шейный отдел вот так разминать, зоны Захарина-Геда 20 раза в день разминать, чтобы кровообращение мозга было лучше, чтобы кислород попадал в клеточки мозга. Узелки не делаю, шею не всегда, уши бывают делаю, да. Но чаще всего это именно... Шалтой-болтой, как все дети делают, да. Да, да, да. Вот. А там еще есть лыжник, лыжник, потом это плавательные движения, потом движение дирижера, ну, то есть подбирать те действия, которые совпадают с тобой в этот момент, когда ты это делаешь. Ага. Потому что из миллиона упражнений можно выбрать то, которое тебе соответствует в данном моменте, и оно сразу снимает лишнее напряжение, выходишь на состояние такой удобной, свободной. Да, согласен. Снимает нервномышленные зажимы. Тут важно понять в моменте, что тебе подходит. То есть я обычно... И вот именно шалтая-болтая для меня подходит больше всего. А тут, конечно, все индивидуально, и все зависит от состояния человека, что ему вот здесь и сейчас поможет. То есть надо это прочувствовать. Вот. У меня один парень переделал все приемы, ничего ему не подходило. Ну, там 5-10 приемов переделал, ничего не подходило. А потом он стал делать дирижера. И потом, говорит, выходить не хочется из этого. Потом сел и говорит, слушай, я вспомнил, я же в детстве не стал бы дирижера. Ну, интересно, правда? А как ты поступаешь с человеком, который приходит, например, с такими невротическими реакциями, как фобический синдром, ну, страхи, допустим, повторяемые страхи, самолета боится, и в метро боится, и выйти на улицу боится. Вот такие страхи. Что ты с ними делаешь? Есть метод систематической десенсибилизации, который я использую в работе с такими клиентами. То есть это, допустим, вот у меня была клиентка, которая боялась насекомых. И мы с ней работали с тем, что я ей изначально предложил просто посмотреть картинки, рисованные, да, что это за насекомые, как они выглядят. То есть мы изначально поняли, что она боится всяких жуков. И я ей предложил посмотреть на... Вот мы взяли майского жука и просто посмотреть на рисованные картинки. А как он устроен? Какая у него анатомия? Какие у него лапки? Она просто поизучала, и как бы я одновременно спровоцировал такое любопытство с ее стороны, и такой интерес. И потихонечку она выработала такую толерантность к этому. То есть ее уже не штормило. Она в эти чувства не входила, она постепенно стала привыкать к виду жука, по крайней мере, там в рисованной версии. Дальше мы с ней посмотрели уже настоящие фотографии, а потом я ей дал задание найти реального жука и просто посмотреть, понаблюдать, как он себя ведет, чем он занимается. То есть это именно постепенная выработка способностей к жуку. Да, и то же самое с аэрофобией, конечно, сложнее. То есть тут некоторые психологи со своими клиентами, вот реально там клиенты им оплачивают билет, они вместе летят. С другой стороны, это интересный, конечно, опыт. Я бы так сиетал даже, наверное. Потому что это такая поддержка на протяжении всего полета. Ну, интересный, интересный, наверное, опыт был бы. Но так в целом, да, тоже понимание, что, ну, тут важно послушивать, да, что автокатастрофы те же происходят каждый день. Самолеты падают там раз в год, условно, да. То есть это крайне редкое явление, если мы говорим про данный пример. И в таком случае автомобили есть смысл бояться намного больше. Однако автомобили люди не боятся, боятся самолетов почему-то. То есть важно на эту иррациональность указать, по сути. Вот. Ну и опять же, там тоже установки какие-то, тоже могут быть страхи какие-то, глубинные действия. Тут надо исследовать, да, откуда ноги растут. Вообще, то есть, может быть, это общее чувство небезопасности, да. Есть ведь люди, у которых вот эта базовая безопасность не была сформирована в самом начале, в детстве, там, не знаю, там, в период, когда это все происходит. То есть, ну, там, как бы, не то, что родители виноваты. Родители, на самом деле, многие считают, что в психологии принято обвинять. Но опять же, им же тоже никто не дает инструкции, да, как воспитывать, как не наносить травмы. И травмы будут в любом случае. Может быть, не такие сильные, но, тем не менее, это естественный процесс. Вот. И если мы возвращаемся к теме неврозов, а то что-то я как-то отвлекся, да, то вот про фобию я рассказал, да, вот такой способ использую. А в целом, вот невроз, это, как правило, завышенные требования к себе, завышенные требования к людям. И когда требования не сопоставляются с, ну, скажем так, реальность отличается от того, какой человек хочет, чтобы она была, вот тут и возникает этот внутриличностный конфликт. И вот тут как раз-таки важно прорабатывать состояние человека, принятие какое-то, то, что реальность, она может отличаться от твоих желаний. И опять же, человек может быть требователен к себе. Не понимать, что он выгорел уже давным-давно на работе, а он на нее ходит, эта работа ему не приносит никакого удовольствия, но он ходит, потому что надо, потому что сам не знает, что хочет, а что, если я потеряю работу? Вот, и тут много, с каких ракурсов можно зайти. Я считаю, самое главное, это дать понять человеку, что то состояние, которое он испытывает, оно, ну, патологическое, по сути. И важно это своему клиенту просто такую мысль, ну, к этой мысли его подвести. И мне кажется, дальше он сам сделает какие-то выводы, когда вот это осознание появится, что все-таки, а мне же действительно некомфортно, я же действительно как-то могу, наверное, по-другому. Вот. Ну, как-то так, такие вот соображения, на этот счет. Если прокомментируете, буду признателен, мне ваша обратная связь тоже очень важна. Ну, у меня немножко, потому что я всю жизнь работал с острыми случаями. После терактов, например, или готовить людей к каким-то, ну, спецназу у меня были. Ну, такие острые ситуации, и поэтому там нет времени. И поэтому там надо быстро вытащить человека из такого состояния, шокового стресса, например, после терактов. Там они вот в таком положении. Вот я ему говорю, а ты расслабься, закрой глаза. Он глаза закрывает, а у него перед глазами опять взрыв появляется. Он даже расслабиться не может. Ну, то есть там, где психологи работать не могут, потому что эти пациенты в шоковом таком состоянии стресса не слышат психологов. У них своя доминанта, они в ней находятся. Поскольку я чаще всего с такими работал, у меня выработалась другая стратегия. Я вместо подбора слов, что ему говорить, я стал подбирать действия, исходя из того, что ему самому хочется инстинктивно сделать. Например, он дрожит, сидит, я ему говорю, трясись сильнее. Или он сжался вот так. Я говорю, сжимайся так несколько раз, сильнее, сильнее. То есть, организм сам выдает защитную реакцию инстинктивно, но на школе этому не учат, как ее использовать, и что ее надо в некоторых моментах усилить, чтобы освободиться от напряжения лишнего. Он его блокирует, потому что культура нас всегда воспитывала. Держи себя в руках, ногами не дергай, плечом не дергай, вообще не дергайся, да, сиди спокойно. Как у нас в школе учили, учили сидеть неподвижно, ногами не болтать, руками не болтать, при этом директивный способ обучения, чтобы внимательно слушали педагога. Потом этот принцип, он формирует вообще шаблонное мышление, не способность быстро искать свои решения, неординарные, а шаблонизирует мышление. Это такая школа, вот массовая. Ну, это, конечно, хорошо, когда человек научится держать себя в руках, но бывают случаи, когда сил не хватает себя в руках держать. Например, он несколько суток не спал нормально, не спал, или перелетел из одного города в другой город, там часовой режим, там климат другой, там все другое, адаптационный механизм, надо время какое-то, чтобы он привык к тому ритму жизни. Ну, в эти моменты, я вот с такими людьми работал, поэтому я придумал подходы немножко отличные от того, что ты говоришь. Я сразу ему предлагаю делать то, что организм инстинктивно просит, усиливать это, и когда он несколько раз это делает, а если он не знает, что организм просит, я ему предлагаю несколько вариантов и говорю, что тебе из этого больше всего сейчас подходит. Он говорит, вот это мне хочется сделать. Ну, вот это и делать. То есть вместо старого принципа повторяй, пока не получится, старый принцип школы, традиционные, для массового обучения, делай, пока не получится, повторяй, пока не получится, пока у тебя автоматически не будет получаться. Например, букву А писать. Ты сначала сильно напрягаешься, но когда ты много раз повторяешь, ты уже делаешь на уровне навыков, то есть у тебя появляются в нейросети новые связи, и ты на автомате делаешь. Ну, это один подход, традиционный степ-бай-степ, шаг за шагом. А у меня другой подход, принцип подбора путем перебора. Я ему предлагаю несколько вариантов, подбирай то, что тебе подходит, он нашел, вот это подходит, и это делает, и стресс снимается, и он начинает восстанавливаться. Ну, я так, вот у меня в школе все этому обучаются, чтобы быстро стресс снимать. А еще у нас обучаются использовать энергию напряжения стресса, когда человек в стресс попадает, чтобы он сразу понял, куда его перенаправить. Например, на дорисовывание картины или до решения какой-то задачи, которая весело никак решить не мог. Как в Айкидо перенаправить. Ну, у нас там много таких вещей. Если ты у нас на канале YouTube записан, ты, наверное, видишь эти ролики. Бесплатные ликбезы у нас там, и Телеграм у нас там, можно войти в Телеграм, записаться, там тоже очень много интересного. Там и платформа есть, как помочь себе самому в Телеграме. Ну, там есть это все, и наша школа имеет очень много людей из разных стран мира, и мы все вместе создаем науку человечности. Да, вы говорили недавно. Да, вот это что интересно для невротиков. Это же для невротиков. Это как раз-таки дело в том, что сейчас... Ой, как это интересно. Вот, например, Чиксен Михаил говорил, что после Великой войны, которая была раньше, он там 50-60 лет переписывался с людьми, которые считают, что они нашли смысл в жизни. И оказалось, что это все-таки их творческие способности. Потому что, когда он занимается любимым делом, вот композитор, например, любимым делом занимается, прямо музыка прямо льется, и он только записывает ноты. Ну, когда он попадает в это состояние. А я как раз учу попадать в это состояние. И из-за этого у меня много невротиков, очень много, тысячи, тысячи невротиков. Они висят у меня на бесплатном ликбезе. Это вот я провожу такой регулярный бесплатный ликбез. В зум выходят, и я говорю, кто чувствует себя хуже всех? Ну, и какая-то дама говорит, я вот спать не могу, или там меня все время там знобит, или я не могу сосед точиться, или вот жду все время сигнал о тревоге. Я говорю, ну, давай, сделай вот эти упражнения, я и подсказываю, все смотрят и одновременно учатся. Ну, вот у меня такой подход. И, в принципе, я их вывожу потом на любимые дела. Чтобы они занимались любимым делом, и там возникает один вопрос, а кто же деньги будет зарабатывать? Я буду заниматься тем, что мне нравится, а кто меня кормить будет мою семью кормить и так далее. То есть, вот это противоречие между любимым делом, и надо заниматься тем, чем надо заниматься, а не только тем, чем хочешь заниматься. Вот как решить это противоречие? Вот сейчас мы начинаем, сейчас будем ряд ликбезов делать, воспитывать эти качества, чтобы человек мог превращать любимое дело в источник своей жизни, в источник выживания и жизни, да. Очень важная тема. Очень здорово, что такая деятельность, такая возможность существует, и люди обращаются очень ценно. И интересный ваш подход в том плане, что я чувствую в нем именно что-то вот совершенно нестандартное, такое, что-то вот новаторское, потому что такого не было. Но, опять же, Касар Магомедович, вы как психотерапевт рассматриваете определенные процессы, смотрите на вещи через призму, да, вот каких-то интересных процессов, даже вот связанных с гипнозом. Помните, мы в прошлый раз на каком-то видео рассказывали про Бехтерева, что он какую-то свою, скажем так, миссию выполнил в этом мире, да, что он какие-то, какой-то импульс задал, да, и вы немножко дораскрыли эту историю, да, немножко поняли, что там за этим стоит. Я сейчас так рассуждаю, потому что я немного не про это. Мы с вами, да, видите, у вас своя область, у меня своя, и в то же время мы можем одновременно пообщаться на какие-то общие темы, которые так или иначе у вас появляются в рамках нашей работы. Ну, конечно, например, вот я уже понял, я с острыми работаю, с такими кризисными ситуациями, а ты, я так понял, ты можешь вести тех, которые давно находятся в каком-то таком сложном положении, ты с ними можешь что-то прорабатывать, да, вот, что-то прорабатывать или как-то, вот как ты вот берешь своего пациента или клиента, как он у тебя называется? Называется клиент, пациент, это все-таки это у психоаналитиков, да, и у в медицине, да, сейчас у пациента, а вот конкретно я работаю с клиентами, и работа моя строится на основных принципах, то есть, это работа с мыслями, с чувствами человека, с его действиями, которые он совершает, и, конечно же, через все, через это мы подходим к каким-то базовым установкам, которые у него есть, которые были у него заложены еще в детстве, изучаем, комфортно ему с ними, нет, от чего можно отказаться, с чем можно остаться, ну, я работаю часто с тревогой, вот как раз таки, да, тема тревоги для меня очень актуальна, тревога, фобии, депрессивное состояние, пакрастинации, вот, и как бы тот подход, в котором я работаю, коммунитивно-поведенческая терапия, он как раз в данном контексте очень эффективен, в принципе, как говорят, ни один КПТшник не забывает упомянуть, что коммунитивно-поведенческая терапия считается самым, ну, имеет самую большую доказательную базу, вот, такая шутка ходит и у нас, вот, наверное, в этом есть доля шутки, доля правды, но... Давай мы так сделаем, ты свой, напиши какой-то адрес или что, чтобы кто-то захочет у тебя посоветоваться или проконсультироваться, к тебе обратиться, ну, чтобы он знал, куда обращаться-то. Хорошо, хорошо, да. Напиши, мы там поставим под видео твой адрес, чтобы были там у тебя в каком-то канале или куда тебе звонить, мы поставим, а сейчас я попрошу всех участников, которые смотрят нас, пожалуйста, напишите вопросы Ивану, как психологу, который занимается разными случаями, напишите вопросы, которые вы хотели бы, мы в следующий раз с Иваном договоримся еще одну встречу сделать, и он ответит на эти вопросы, а вы их напишите, и там под роликом будет его координация стоять. Спасибо тебе, Иван. Спасибо вам, Хасай Магомедович, очень благодарен. Спасибо. Спасибо подписчикам, и всем желаю удачи и гармонии. Спасибо, до встречи, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok